Какие исконно русские напитки мы знаем? Квас, битень, кисель и чай. Наши предки любили чаевничать задолго до того, как китайцы поделились со всем миром секретами чайной церемонии. И самой популярной заваркой было растение, которое мы и по сей день видим на своих участках, на лугах и полях. Нужно только знать, как его правильно заготавливать. Сейчас расскажем. Огневая трава и пожарник, потому что одним из первых вырастает на бывших пожарящих. Скрипун или плакун, потому что при выдергивании издает скрипучий звук. Ива трава, потому что листья похожи на ивовые. А еще богородица на трава, боровое зелье, копорский чай, так называли кипрей узколистный. Сегодня иван-чай вновь популярен, как сотни лет назад. Иван-чай замечательный чай вообще. Он от многих болезней, он противораковый, он стимулирует мозг, лучше мозг работает от него. Вот. Раньше за границу вагонами вывозили все это. Владимир-синяй в травах разбирается не хуже деревенского знахаря. Много лет они всей семьей заготавливают природные дары. Родители, Владимир с женой и даже дети, все принимают участие и, что интересно, всем нравится. Это удовольствие, это отдых, это не работа. От этого только наоборот отдыхаешь, только энергии добавляется. Сегодня в центре внимания иван-чай или копорский чай. Чтобы зимой пить ароматный и полезный отвар, нужно приложить немало усилий, а времени остается немного. Уже цветочки пух дают, и мы их уже не собираем. Ну и основные, конечно, целебные свойства – это у нас в листочках. Собранные листики кипрея не сушат, как мы поступаем с другими травами. Его для начала оставляют вянуть часов на 20, а затем начинается процесс ферментации. Вот когда он чуть-чуть подсох, подвялился немножко, мы потом пропускаем его через мясорубку. В общем, некоторые не рекомендуют через мясорубку пропускать, они его ферментируют, ну, ломают вручную. Но мы вот делаем через мясорубочку, и в конечном итоге вот получается вот такая вот масса зеленая, которую мы ложим под пресс на 8-12 часов, под легкий пресс. И когда там начинается брожение, чуть-чуть начинает киснуть, ее уже потом раскладываешь на сушилах на чердаке, эту массу. Высушенный копорский чай расфасовывают в бумажные пакеты с этикеткой и напоминанием, от каких болезней всех полезней кипрей. Свой чай Синяевы не продают, а дарят друзьям, родственникам, знакомым и не устают напоминать. Беречь здоровье нужно с молоду. Постепенно отказ произошел. Сначала от алкоголя отказались, совсем, вообще даже по праздникам не употребляю и не отравляюсь, в общем. Потом от кофе, потом от чаев, вот сейчас на травах, в общем. И здоровье, ну, вот 37 лет, и здоровье полный организм. Дети сейчас пьют тоже, иван-чай им тоже нравится, в общем. Разумеется, пить кипреи вместо чая или не пить, каждый решает для себя сам. Мы же только хотели напомнить, заглядывать в кладовую природы надо бы почаще, чтобы сохранить и традиции, и здоровье. Елена Гальперина, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Что-то хорошее возвращается.